А это какая циферка? Семь! Правильно! Шестилетний Святослав может запоминать цифры и буквы только с помощью рук. Любимый мультфильм ребенку пока приходится только слушать. Долгожданный сын именно жильнево потерял зрение после сложной операции по разделению полушарий мозга. Очень страшные были последствия. У нас внутренние швы не рассосались, нитки, и начали гнить. Пошла инфекция в мозг, начался сепсис, заражение крови, череп гнил. То есть два месяца ребенок был в тяжелом состоянии. Необходимость в операции возникла из-за постоянных приступов. Еще в трехмесячном возрасте Святослав перенес инсульт, который врачи не смогли вовремя диагностировать. Правое полушарие ребенка полностью перестало работать. Поддерживать здоровье помогали курсы реабилитации и медикаменты. Но уже три года это не помогает. После этой реабилитации у ребенка начались сильные приступы. Нам назначили микропарализацию. Сильные приступы. Он просто резко падал со всего роста. Он шел по коридору и резко падал. Были травмы, переломы, ушибы, гематомы. То есть он ударялся и было все. То есть приступ настолько внезапный, что я даже не смогла среагировать. После неудачного хирургического вмешательства маленький Святослав перенес еще две операции. Сначала из мозга вычистили гной, но состояние ребенка по-прежнему оставалось тяжелым. Вернуть Святослава к нормальной жизни помогла процедура по установке шунта. Ребенок начал оживать, стал приходить в себя. Еще лучше стал себя чувствовать. Мы уже восстановились. Он уже ходит. Он не сидел и не стоял. Ничего. Чтобы быть ближе к центру реабилитации, московским врачам им не пришлось переехать из Уссирийского во Владимир. Женщина воспитывает ребенка одна. Живет семья на пособии по инвалидности. По мере возможности деньгами помогает отец мальчика. Но этих средств не хватает на дорогостоящую операцию по восстановлению зрительного нерва. Операция нужна нам очень срочно. Врачи, которые прислали счет с ПУХА, они сказали, что пока есть возможность, шанс спасти зрительные нервы. Но если это сделать как можно скорее, если мы затянем этот процесс, то в таком случае пойдет уже отслойка сетчатки, катаракта может. И тогда придется делать еще операцию на сами глаза. Помочь Святославу могут только в клинике Китая. Для лечения ребенка необходимо собрать 2 миллиона 72 тысяч рублей. За три месяца на счет матери перечислили чуть больше 200 тысяч. Жители региона, желающие помочь Святославу, могут узнать контакты семьи на нашем сайте trc33.ru.